всем привет канал про моторы сегодня начнем собирать вот этот двигатель это у нас контрактный двигатель из польши man d28 66 lf20 значит разбор этого двигателя есть у меня на канале серия называется кот в мешке или что в черном двигателе кто не смотрел кому интересно ссылку оставлю в описании под видео значит как помню с этим двигателем было очень много проблем очень много вопросов было к этому двигателю было принято решение о восстановлении этого двигателя на будем собирать этот двигатель уже приобретены запчасти значит это у нас был двигатель в 20 400 лошадиных сил с электрогазом мы будем собирать двигатель lf06 420 лошадиных сил с механическим приводом газа с тросиком газа что нам для этого нужно будет заменить у нас будет другой топливный насос у нас будет другой распредвал и у нас будут другие распылитель на форсунках топливный насос приобрели он находится пока в ремонте у топливщиков приобретено очень много новых запчастей на этот двигатель в том числе новый распредвал в том числе новая поршневая новый компрессор новая турбина и так Ну и вообще, если вот так посчитать, стоимость приобретения этого двигателя, плюс сколько было куплено запчастей, плюс ремонт и так далее. То есть это получится самый дорогой двигатель, который я когда-либо делал. И стоимость этого двигателя выйдет за миллион рублей. Ну потом, наверное, в конце сериала озвучу приблизительную сумму ремонта. Также у нас блок уже был на станочных работах. Видим, что у нас проточены постели под коренные вкладыши. Также, как помним, у нас была проблема с плоскостью прилегания головок блока цилиндров. Также вывели на станке. Ну после того, как вывели плоскость, проточили посадочное место под гильзы. Так как этот блок у нас уже был точен, и уже когда-то точили посадочное место под гильзы, то у нас тут получились разные размеры. Видим 0,25, 0,5, 0,5, 0,5 и эти два 0,25. То есть второй, третий, четвертый цилиндр под 0,5 кольца, первый, пятый, шестой под 0,25. Также на станочных работах у нас были шатуны, замена втулок, поршневого пальца. И также у нас были на станочных работах головки блока цилиндров на плоскошлифовальном станке. Все, значит, приступаю к сборке этого двигателя. Ну для начала все стандартно. Вскрываю масляные каналы, прочищаю масляные каналы. Устанавливаю форсунки, масляные форсунки. Я их снимал, когда отдавал блок на станочные работы. Также мне нужно прогнать всю резьбу по всему блоку. Ну в принципе стандартные процедуры. Где-то продуть от стружки. Видим тут еще у нас стружка от станочных работ и так далее. Значит, подготавливаю блок, ну и начинаю там, меняем втулки распредвала, ставим новый распредвал. Ну в общем, по ходу собираем. Значит, какая-то работа у меня уже проделана, то есть много подготовительной работы у меня уже сделано. Сейчас ставлю кадры по подготовительной работе. Значит, блок цилиндров у нас уехал в ремонт на проточку плоскости прилегания головок блока цилиндров, на проточку посадочных мест под гильзы и также на проточку постели под коренные вкладыши. Значит, пока блок цилиндров у меня в ремонте, займусь головками. Сейчас разберу головки и посмотрим состояние клапанов, состояние направляющих втулок. Ну в общем, в принципе, все как обычно. Вот, значит, также мне нужно их отмыть, посмотреть. Ну, вероятнее всего, поедут головки на плоской шлифовальной, но сначала отмоем, посмотрим. Значит, что уже увидел? Выкрашенный торец клапана, вот на одной головке, вот на второй головке. Значит, возможно, будет замена клапанов или может этот проточим. Ну, в общем, сейчас разберем и будем смотреть. Значит, если судить по первой головке, которую я разобрал, то управляющие втулки в отличном состоянии, видно, что их меняли. Так, значит, разобрал уже пять головок, осталась у нас одна головка со второго цилиндра и хочу кое-что на ней показать. Значит, видим, что на клапане есть трещина. Видим, идет трещина от края клапана практически до центра. Думаю, может, в пределах тысячи километров, то есть он либо бы прогорел, либо пошла бы вторая трещина, а этот кусок выпал. Ну, и, соответственно, разбил бы там поршень, гильзу, головку и так далее. Так, значит, что мы видим? Что у нас, как минимум, на одном выхлопном клапане есть трещина и на двух выхлопных клапанах у нас выкрашенный торец клапана, куда у нас упирается коромысло. Значит, что я думаю? Я думаю, что нужно заменить выпускные клапана. То есть, буду заказчику реки, ну, давайте устанавливать новые выпускные клапаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, занимаясь подготовительными работами, вот сейчас в данный момент занимаюсь кожухом, отмыл его, тут сейчас еще нужно будет почистить прокладки, прогнать резьбу и так далее. Когда отмыл, увидел, что вот эта шайба имеет вот такой вид. Видим, да, что она перегрета была и также видим, есть задиры. Из-за чего это так случилось? Значит, как я уже говорил, распритвал тут был заменен, стоял не родной фирмы БФ и, как правило, после замены распритвала нужно обращать внимание на вот эту шайбу. Ну, то есть, на зазор. Это у нас упорная шайба распритвала и от нее зависит продольное хождение распритвала. При установке нового распритвала эта шайба его зажимает. То есть, приходится вымерять, ну, в зависимости от толщины прокладки, да, бывают разные прокладки, в зависимости от толщины прокладки, от фирмы распритвала и так далее. Я, допустим, делаю замеры и на станке ее стачиваю, там, допустим, десятку, две, три и так далее. Значит, видим, тут этого не сделали, распритвал был зажат и получается тут сли такие задиры, перегревы и так далее. То есть, мне нужно будет потом, когда у меня будет блок, блока пока нет, установить распритвал новый, распритвал уже есть, установить кожух с прокладкой, ну, пока без коленвала, без ничего. То есть, вымерить этот зазор, возможно, что-то сделать с этой шайбой, возможно, установить другую. Ну, то есть, просто вот такой нюанс показывает, да, что вот такое может быть. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Рассказываю по кожуху. Кожух у меня практически готов. Сделал практически все подготовительные работы. Осталось там устроить сальник. Ну так по мелочи. И кое-что увидел. Хочу сейчас на этом заострить внимание. Хочу показать в чем дело. Значит видим, что вот в этом месте, где у нас лежит прокладка, есть вот такая выработка. То есть вот четкие отпечатки под прокладки. Вот в этом месте видно. То есть вот тут у нас лежит прокладка, тут нет. И с этой стороны. С этой стороны поменьше. Значит что это такое? Получается когда-то у нас ослабли вот эти болты. И в этом месте началась небольшая вибрация. То есть это не просто отпечаток. Это яма. Она имеет определенную глубину. И это и не есть хорошо. Получается кожух, когда мы затянем, вот это место, оно немножко получается уйдет наперекос. Ну в общем кожух встанет наперекос. Я уже такие кожуха менял. То есть я стараюсь такой кожух не устанавливать. Ну возможно ничего бы не случилось. Да, возможно он и дальше бы работал. Но я не хочу это проверять. Есть у меня по этому поводу сомнения. Поэтому кожух я буду устанавливать другой. Значит все, по кожуху у нас все понятно. Теперь по теплообменнику. Снял решетку радиатора. Тут у нас была какая-то грязь, какая-то ржавчина. Почистил все. И какая у нас есть проблема? Видим у нас вот в этом месте есть коррозия. То есть тут у нас лежит прокладка вот в этом углублении. Тут у нас идет стенка. Получается внутренняя стенка, наружная стенка. Видим что вот в этом месте, около этого болта, внутренняя стенка у нас разъедена. И получается у нас прокладка напрямую контактирует с охлаждающей жидкостью. Ну это сол, там антифриз. И стена постоянно получается контактирует с тасолом. Тасол ее разъедает. Хотели заменить этот корпус, полностью корпус теплообменника. Стали искать бушный корпус. Новый стоит там порядка 40 тысяч рублей. За бушный такой корпус просят там вот 15 тысяч рублей. Но за 15 тысяч рублей там тоже есть дефекты. То есть в принципе нет смысла его брать. До 30 тысяч рублей просят вот за этот корпус теплообменника. То есть на мой взгляд цена просто какая-то неадекватная. И поэтому было принято решение будем варить. То есть тут каким-то образом нужно будет заварить аргоном. Тут основной момент в чем? Чтобы у нас вот этот вот паз под прокладку остался целый. Так, значит по корпусу теплообменника тоже все понятно, все рассказал. Теперь по радиатору теплообменника. Значит так же снял я его, так же закинул мойку, отмыл, положил вот этим отверстием на форсунку. Видим что внутри там уже он чистый. То есть все промыло, все там масло, маслоное отложение, все вымыло. Значит ну по наружу радиатор у нас имеет вот такие вот отложения. Тут ржавчина, накипи и так далее. Эти же отложения у нас идут между ребрами. Там внутри я никак не могу почистить ни отверткой, ничем, ни шабером. Ну то есть он весь у нас вот в таких отложениях. Но как помним есть у меня вот такая вот паста удалитель ржавчины КППС. Значит сейчас мне он очень пригодится. Что я делаю? Ну в принципе все по инструкции. Беру кисточку, наношу слоем толщиной порядка 0,5 мм. Значит так же промазываю кисточкой внутри. То есть думаю для очистки вот этого радиатора от ржавчины это будет просто идеальный вариант. Так как видим у нас тут какие-то сопряжения идут, ребра и так далее. Там внутри вообще никак туда не попасть, ничем не почистить. Нанес пасту, выждал 30 минут. После этого еще потер кисточкой, то есть особенно тщательно ребра. Значит видим, что вся ржавчина уже слоилась. В принципе сейчас не нужно протереть ветошью. Ну вверх я могу ветошью протереть. Вот так это выглядит. Вот. А ребра в любом случае мне сейчас нужно закинуть в мойку. Мойка струйного типа давлением там все вымоет. Ну в принципе результат уже видно. Сейчас полностью все отмою, смою пасту и покажу конечный результат. Так значит достал радиатор из мойки и ложил его на струю воды. У меня струя била как раз между ребрами. То есть видим, все там чисто, везде все промыло. То есть от пасты у меня вся ржавчина, все отложения размокли. И струя воды все это вымола. Вот. То есть видим, что не осталось и следа от ржавчины, от каких-то отложений и так далее. То есть результат меня более чем устраивает. Поэтому рекомендую удалить ржавчину КППС. Ссылка на приобретение данной пасты есть в описании под видео. Так значит приехали у меня головки с плоскошлифовального станка. Вот так они сейчас выглядят. То есть все отлично. Значит видим, что на этих головках какой есть плюс. Видим, что нет трещины на перегородках между клапанами. То есть обычно мановские головки у них на всех идут трещины на этих перегородках. Даже в литературе написано, что если есть трещина, но в воздушную систему не поступали газы, то на эту трещину можно не обращать внимания. Значит видим, что на этих головках у нас нет ни на одной трещины. Также видим, что у нас тут седла в хорошем состоянии, не разбиты, направляющие втулки тут не разбиты. Я вот сейчас распечатал один новый клапан, проверил. Я сделаю седла поуже. Ну буквально тут оно сейчас где-то миллиметра три. Я сделал где-то миллиметра полтора. То есть чуть-чуть поуже сделаю и притру клапана. Клапана у нас будут новые фирмы. Малей и впускные, и выпускные. То есть вот тут у нас 12 клапанов. Сейчас у нас вот такой объем работы. Распечатываем новые клапаны, притираем их и собираем головки. Так, значит видим, что на головке у меня установлено приспособление для опрессовки этих головок. Все же решил я их опрессовать. Сейчас в двух словах расскажу почему. То есть в принципе я не собирался их опрессовывать, потому что как бы не было к этому приспосылок. Обычно опрессовывать надо, если в масле присутствуют следы тасола. Или если допустим есть трещина вот на этих перегородках. Но когда почистил посадочное место под форсунки, то на одной головке увидел там дефекты. Сейчас покажу. То есть вот пять головок в таком состоянии видим, что там ржавчину я вычистил. И в принципе стенка гладкая, блестящая. То есть никаких дефектов. А вот именно на этой головке видим, что вот в этом месте есть раковины. То есть вот они. Тут есть, тут не знаю, на камеру видно, нет. То есть получается у нас вот это посадочное место под форсунку с внутренней стороны мывается тасолом. Тут плохо будет видно, но вот я со стороны тасольного канала упираюсь вот в эту стенку. И получается, что есть вероятность попадания тасола, если будет какая-то коррозия на этой стенке, то есть вероятность попадания тасола вот в эту полость. У нас будет идти тасол из-под форсунки. Бывают такие моменты. Поэтому я решил сделать опрессовку этих головок. То есть уже достал свое приспособление, уже установил на эту головку проблему. То есть с нее и начнем. Тут у меня еще не было переделано под быстросъем. То есть заняло какое-то время просто тут переточить, потому что тут дюймовая резьба, тут не дюймовая. Ну, в общем, переточил, сделал, установил шайбы на фиксатор резьбы. То есть все тут у нас готово. Приготовил свой антифриз старенький. Все, сейчас делаем опрессовку головок. Поехали. Перевернув головку на 90 градусов, видим, что у меня давление 4 атмосферы. В принципе, все хорошо, нигде пузыри не идут. Но больше всего меня интересовало место под форсунку, посадочное место под форсунку. И если бы тут была какая-то дырка, было бы отверстие сквозное, коррозия в водяную рубашку, то сейчас бы тут было бы просто бурление, просто было бы очень много пузырей. Видим, что все у нас хорошо. Так, ну все, значит, получается, эта головка у меня проверена. Аналогично проверяю остальные 5. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, значит, это у меня шестая головка. Уже перевернул я на 90 градусов. Видим, манометр показывает 4 атмосферы. Все, значит, получается, проверил все 6 головок, все головки герметичны, то есть все отлично. Сейчас достаю эту головку, снимаю эту плиту. Дальше закидываю все головки в мойку, потому что, ну, антифриз он жирный, как работать с такими головками. После мойки шарошу делаю седла поуже и притираю новый клапанат. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...